Даем обороты, включаем автомат, включаем воду и конвейер, и поехали. Медленно, но верно, эта машина срезает старый асфальт. Водитель Юрий Ромашкин рассказывает, управлять многотонной фрезой не так уж сложно. Все параметры выставляются после геосъемки. Специалисты определяют, сколько сантиметров и под каким углом нужно срезать. Избавиться от верхнего, изношенного слоя дороги необходимо. С этого и начинается комплексный ремонт. Всего на улице Антонова-Овсеенко нужно снять около 60 тысяч квадратных метров асфальта от Авроры до 22-го портсъезда. Фреза работает холодным методом, то есть на барабан с резцами подают воду, чтобы машина не перегревалась. Из-под нее выходит асфальт-гранулят или крошка, как принято называть. Крошка никуда не уходит, ее везут в МПБУ. В дальнейшем будет определяться на нужды города. Работа на улице Антонова-Овсеенко стартовали еще в прошлом году. Тогда отремонтировали дорогу «Дублер» от Авроры до Советской Армии. Сейчас ее продолжают делать. Кроме того, взялись за основную проезжую часть. Работа идет круглые сутки. Ночью срезают старый асфальт, днем заменяют основание дорожного полотна. По графику фрезерования будет идти не менее трех недель, потому что площадь работ большая, как и глубина среза – 10 сантиметров. Комплексный ремонт предполагает обновление не только проезжей части. Ремонт тротуаров с применением асфальта бетона, ремонт газонов, замену средств организации дорожного движения, светофоры, дорожные знаки, нанесение разметки, пешеходные ограждения. Все работы на объекте планируется завершить до 30 октября текущего года. Комплексный ремонт дорог сейчас идет по всему городу. На улицах Ульяновская, Маяковская, Земица, Мариса Тереза. Всего же таким образом отремонтируют 27 улиц Самары. Из них на 16-ти работы завершат уже в этом году. Везде применяется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Она придает дороге прочность и водостойкость. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.